ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ А есть не свободные? Угу. Тем не менее, я должен упомянуть и о потерях, которых было немало. Это был цвет нашего королевства. Среди них были как неопытные новички, так и бравые ветераны. Они навеки останутся в наших сердцах, как герои, отдавшие свою жизнь за спасение других людей от этой заразы под названием неженцев. Но скорбеть будем потом, а сейчас возрадуемся, ведь мы спасли северный риверк от навалы этих тварей. Ура! 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 Жуть. Кринж. Так, а чё там наш раненый геройчик, спустя несколько минут, которому эту историю всю и рассказывали? Ой, что-то я неважно себя чувствую. Наверное, я за... да? Вообще! Заболел. Это нехорошо. Я бы на месте маршала отправил бы тебя на больничный. Но всё же, скажи мне, что за магию ты использовал впоследствии в боях? А, это... Во время разведки нас обнаружили, но от смерти меня спас какой-то дух, который ещё что-то наколдовал на меня. Наверное, он подарил мне какую-то силу. Но только я думаю, что из-за её применения я и заболел. Апш-хе! Хм. Что же это в дух? Вероятно, дух маг. Но какого не ясно. Маршал Дилитас, подойдите-ка сюда, пожалуйста. Что такое, Аухов? Почему ты прервал меня от разговора с Ноланом? Я хотел сказать, что Паша заболел, и ему надо бы отправиться на больничный дом. Если так, то пусть едет. Павел, посидишь дома недели две-три, и к тебе приедет мой человек, даст тебе новое обмундирование и мои указания. Есть, сэр. Откликнусь на первый же ваш зов. И ещё, пока не забыл, я тебя повышаю до капитана. Можешь рассказать своим друзьям и отпраздновать с ними это. Тебе выдадут твоё новое обмундирование перед тем, как ты отправишься в путь. Удачи в дороге! О, благодарю вас, Маршал Дилитас. Жуть, капитан, Паша. Тем временем, в другом месте. Коей же шашке, что меня ещё не нашли. И мне удалось остановить кровотечение. Надо долго или... Надо что-то придумать. Ох, тут ещё тролли. Хотя, они могут мне как-то послужить. После смерти, конечно. Спящие тролли. А чё ты разбудил их, а? Так, отлично. Похоже, я вдумал, что я должен сделать для выживания. Эй, скилит. Иди как можно скорее вперёд. Одобрительно щёлкает челюстью. Ух, хап, сука. Спрятался, называется. Хам, хам, хам. Где же он? А этот колдун не такой медленный, как я думал. Наверное, это мы для него слишком медленные. А ну, ребята, ускорим ход. Он всё равно от нас не скроется. Мы же идём по его следам. Сейчас, как догадается, ещё в куче снега его раскопать. Давай, Валера, я верю в тебя. Валера, может, зарежем этих кабанов, а потом в лагере на костре пожарим? Нет, не сейчас. Подроби на завтра. А чё все жрать хотят, а? В это время где-то в мире демонов. Зачем ты притащил меня в такую глушь, Квазар? Я насчёт собрания в вашем замке. Почему вы такой милосердный? Почему не убиваете генералов-неудачников, а жалеете их? Где ваша демоническая ярость? Сейчас тебя кокнет он. Я тебе не Луверус, чтобы убивать воинов, которые ещё могут послужить мне. Пусть лучше погибнут в бою, чем у меня во дворце. Я могу убить лишь предателя или очень сильно повинившегося, но не проигравшего. Ты же тоже когда-то, Раим. И так ли, Квазар? Да, но это было всего несколько раз, а не десятки. И к тому же эти противники изначально мне были не по зубам. Вот, будь я Луверусом, убил бы тебя ещё после первого. Но, как видишь, ты ещё со мной. И ещё, я хотел бы сказать вам, что если отдалённо посмотреть, то вы чем-то напоминаете человека. Может, я просто паранойю, но всё же. Ну, так как ты являешься одним из наиболее приближённых ко мне генералов, то я думаю, что могу рассказать тебе эту секретную историю. Слушай, секретная история. Я когда-то был человеком и жил в похожем на Мандердур мире под названием Ковервик. А звали меня Артём. Ха, Артём. Стоило догадаться. Тогда вы можете отправить туда одного из своих генералов и... И ничего не сделать. Так как от него уже ничего не осталось. Прошусь, в дальнейшем не перебивать меня. Так вот, жил, работал, любил. И в один момент на наш мир вторгся ловался. Наверное, из-за того, что мой мир обладал защитой от этого пожирателя. Да, интересная и нужная история, вот там снег позади капа. Всех жителей, кроме меня, уже телепортировали в безопасное место. Но когда очередь пошла для меня, то что-то пошло не так. После телепортации я увидел не кучу людей со мной в безопасном месте, а грибы и красную пустошку, на которой лежали черепа. Тогда я, мягко говоря, очень, ах, испугался. Ах, где это я? Где люди? Где все? Кто ты? Кто ты такой? Не бойся, человек. Я Шарик, демон Клодун. Я не трону тебя, если ты расскажешь, кто ты, как сюда попал и откуда. Я, я, я Артём, обычный крестьянин из мира Кальверка. Меня телепортировал сюда один маг. Хм, вероятнее всего маг немного нашился в координатор. Я отправил тебя в другой мир. В другой мир? Да, так как это Гренберс, мир демон. Хороший, трежелюбный демон. Похоже, мне конец. Если ты не пойдешь со мной, то тебя, скорее всего, убьет какой-то другой демон. Или же местная тварь. Так что выбор за тобой, Артём. Ну, если так я выживу, то я готов пойти за вами, Шардий. Отлично. Только сначала давай подберем какое-то другое имя. А то Артёмом тебя никто не будет на земле. Как тебе Аратин? Хм, звучит неплохо. Мне нравится. Вот и отлично. Пошли за мной. Артём. Как-то так. Со временем, вследствие долгого нахождения здесь, и ведя образ жизни демона, телом я превратился в него, но душой лишь частично. В магии же меня научил мастер Шардий, у которого я буду вечным долгом. Всё встало на свои места. Не бойтесь. Я никому не раскрою эту тайну. Не раскрою, да? Повелитель Артин. Повелитель Артин. Что такое Бориус? Только что пришли лезть из Риверга и из Нерзан Гоша. Докладывай. На севере Риверга Поражение на войне – это обычное дело. Если они нас не убивают, то делают сильнее. Ну что же до тебя, Бориус, то у меня найдётся одно особое поручение. Всё, что угодно создать. Да следи за Квазаром и Гермидоном. Будешь докладывать обо всём. А когда им очень сильно нужна будет твоя помощь, тогда можешь вмешиваться. И ещё. В ближайшее время ты поможешь мне в одном деле. Понял? Хорошо. Чай со всех ног. В одном деле, в одном деле. Сколько вас сделок? Вот и конец первой части этой большой истории. Ну как тебе? Первой? Отличная история. Ещё раз спасибо, что при телевизоре... Клеровая история. Рад на такое слышать, Станислав. Я рад, что тебе понравилась эта история. У меня возник вопрос. Почему вы не распространяете свою историю по миру? Почему она только у вас? Не люблю об этом говорить, но тебе расскажу. Нынешнего короля обманули, из-за чего он сильно не взлюбил ваших. Более того, он запретил писать и распространять информацию о нём. Кто, а главное, зачем это сделал? Без понятия. У Павла было много врагов, о которых он даже и не знал. Ну а зачем? Да кто его знает? Так, оскорбить человека, который сделал для королевства многое. Мало кто захочет такое сделать. Если только Павел ему как-то сильно насолил, или память о нём как-то угрожала. Печайно всё это, конечно. Но надеюсь, что когда-то о нём всё же узнаем. Ну и спать. Доброй ночи. Доброй ночи, Станислав. А, этот старик оказывается Паша, да? Да, 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 да? Поздравляем вас, запрошили компанию «Приключение Паши. Первые шаги», и теперь можете посмотреть финальные титры. Спасибо. Разработчики компании «Поворотка Паха-2004», тарапарам. Помощь разработки в лице Фитстайров. Кран-компании сделал аваз. Олс. Ясно. Старик, Станислав, Паша, Первый Тарик, Мои Модели, Ротелепарам, художник, карт. Наконец-то классические титры в стиле «Воцарт». Тарам-парам, тестёры. Херовые тестёры, если честно. Роли озвучивали, теперь вы знаете, кто наши герои. Глук, Духстартс, Тоха, Михаил Скипин. Ну, как видно, тут много ролей, много людей участвовали в озвучке. Очень много. Ещё раз благодарю за прохождение кампании. Подписывайтесь на группу в ВК. Там вы можете оставить свой отзыв и высказать свои рекомендации по будущим кампаниям Заги. Так, ну что же, это конец, надеюсь. Продолжение следует. Ну, я не в том смысле, что будет, не будет продолжение. Конец кампании. Так, всё. Это, наконец, закончилось. И я очень рад, что я завершил эту кампанию. В плохом смысле рад. Потому что она меня так успела доставить. Легенды Аркайна доставали своей затяжённостью и хардкорностью. Здесь просто затяжённые, очень растянутые, гигантские, пустые карты. И это проблема. Я подозрел, что это первое творение автора. И оно очень слабое. Очень слабое. Такое делали разве что в годах 2003-2004. В начале становления пути мадмейкинга Варрика. Тут нет ничего выдающегося абсолютно. Нет каких-то изощрённых систем, интересного сюжета, хорошего Ланда, новой расы, хоть чего-нибудь. Тут ничего нету. Абсолютно. Сюжет пытается пародировать Митцакулта во многих местах. Но Митцакулт это наше ламповое старое воспоминание. И в те годы это можно было простить автору. Плюс потом вышла неплохая огненная клетка, в конце концов. Которая, в принципе, поставила жирную точку в истории Митцакулта. Хотя, конечно, там и был намёк на сиквел, который так и не вышел и не выйдет. Будем честны. Здесь же компания хреновенькая. Я бы даже сказал, по уровню она хуже, чем у Митцакулта. Если пройтись по порядку, тут ужасный Лант, квадратный. Работа с текстурами очень хреновая. Работа с декором тоже хреновая. Его и практически нет. Много где просто квадраты стоят в виде тех же текстур или декораций. Карты гигантские. Их нельзя такими огромными делать. И пустыми причём. Если ты делаешь большую карту, то она должна быть заполнена контентом, крипами, шмотками, сюжетными какими-то фишками, крестами и так далее. Но этого практически ничего тут нет. Здесь есть озвучка, да? Она, не скажу, что она не плохая, не скажу, что она плохая. Ни рыба, ни мясо. Это на 4 из 10. С учётом того, что тут и именитые люди озвучивали это дело. Я не знаю, как автор уговорил их это сделать. Возможно, просто с ними дружат. Но, тем не менее, мне кажется, банально просто по этой причине люди прям восхваляют эту компанию. Я не понимаю, за что. В этой компании нет абсолютно ничего выдающегося. Нет ничего, за что её стоит ценить, за что её стоит помнить. Это обычная компания года 2003-2004, в которой ты сыграешь один раз, скажешь, ну, пойдёт или бе, и ты забудешь о ней, больше никогда не вспомнишь. Скорее всего, не захочешь вспоминать за счёт вот таких миссий, которые затянуты. Первое время даже какой-то интерес был, потому что ты получал какие-то уникальные вещи, тебе надо было приложить какие-то усилия. Но чем ближе ты был к концу, тем всё становилось хуже. Когда всё стало перерастать в стратегии, карты стали расти. Причём последние три главы, по сути, в одном месте происходили, карта практически не менялась. И карты становились всё пустее и пустее, поскольку мы, типа, как бы продвигались дальше. Крипов всё меньше, квестов всё меньше. В последние главы мы так и не узнали, что за квест. Вот. Ну и правда, и в предпоследние главы мы тоже не выполнили его, возможно, это повлияло. Но я не думаю, что что-то сильно интересное. Мне, если честно, если раньше я хотел узнать, что там могло быть, то сейчас у меня нет желания. Я не хочу узнавать, что там. Мне не интересно это абсолютно. Как-то так. Автору надо очень работать. Надо искать источник вдохновения и следить за тем, что сейчас делают. Вот вспомните недавно, как там компания про бандитов называлась, а? Бандитский вард урон. Во! Это тоже была первая компания того автора. Но посмотрите, насколько разительно качество отличается. В разы по всем аспектам абсолютно. Это и сюжетно круто, это и ландшафтно круто, это и эстетично круто, это и приятно смотреть, и слушать, и наблюдать, и следить за сюжетом. Да, там нету каких-то технических особо крутых моментов, но эта компания сделана с душой, практически без каких-либо багов. Она, в принципе, почти идеальна. Это реально пример хорошей компании. Пусть и не с новыми там какими-то системами, но эта компания абсолютно всем, мне кажется, нравится. А вот приключение Паши, я не могу понять, почему она так нравится, почему люди ее ждали и просили меня на этом канале пройти. Я, да, я слежу за тем, что люди думают о новых компаниях, и я не понимаю, что в ней. В ней нет ничего, я уже это сказал. Это хреновая компания. Мне она не понравилась, будем честны. Были какие-то моменты, но, блин, автор не старался. А он уже хочет сделать продолжение, которое вроде как не про Паши будет, но это не важно в этой вселенной. И если оно будет такого же уровня, даже чуть выше, это плохо. В общем, я этой компанией ставлю 3 из 10. Эта компания очень далека от чего-то среднего, я уже молчу про идеал. Тот же бандитский лордерон, вот в какую сторону надо смотреть. Очень жаль, что автор взял отдых и с тех пор не объявлялся. Такое бывает, конечно, время от времени в хороших творениях, и автор забивает по конечному счете. Я полагаю, что с бандитским лордероном что-то такое произошло. Но, кто знает, может через несколько месяцев автор вдруг внезапно вернется, и такой релиз сделает, что все ахнут, лохнут, и будет вообще все четенько и крутенько. Вот. Конечно, хочется увидеть продолжение бандитского лордерона, в отличие от приключений Паши. Я не хочу продолжения этой компании. Я не хочу в таком виде вообще видеть компанию. Автор зарекомендовал себя так, что его творение играть не стоит. Это, на самом деле, плохой шаг. И чтобы реабилитироваться, мало выпустить вторую часть, надо выпустить ее в очень хорошем качестве и переделать первую часть. Может быть, если геймплейно, визуально и технически доработать эту компанию, то на сюжет еще кое-как можно будет закрыть глаза. Но пока это плохая компания. В общем, я думаю, я достаточно сказал. Пожалуй, передаю слово вам, людям в комментариях. Пишите, почему вы думаете, что эта компания лучше, чем я это озвучил. Почему ее так хвалят, почему она так людям нравится. Хотя в ней ничего нет. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик в себя, оставляйте комментарии. С вами был я, Павел Первый. Увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok